День с толком Виноваты врачи. Мать умершего ребенка из советского района готовится к встрече со следователями. Второй день рождения. Ребенок с редким заболеванием выиграл в лотерею дорогостоящий укол. Пожар лишил их дома. Ножители края вернули им веру в лучшая история семьи из Топчихинского района. Стало больше медицинских организаций, где можно поставить вакцину от коронавируса. Сегодня правительство края опубликовало весь список. В Барнауле спутник ВИТИ представят в 8 организациях. В 1, 9, 3 и 14 поликлиниках. А также в больницах номер 3, 5, 11 и 12. Кроме того, вакцинацию от коронавируса будут проводить в центральных больницах Павловского, Тольменского, Первомайского, Олейского, Каменского районов, Новоалтайска и Заринска. Напомним, в регион поступило почти 13 тысяч комплектов вакцины. К этому моменту привито 2852 жителя края. Минздрав региона напоминает, прививку не поставят людям младше 18 лет и жителям края с признаками ОРВИ. А за прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали 198 новых заболевших коронавирусом. 14 человек умерли. На этот момент на лечении в ковидных госпиталях находится 1827 пациентов. Количество тяжелобольных – 366 человек. 104 из них подключены к аппаратам ВВЛ. Мать девочки, которая несколько дней назад скончалась в советской ЦРБ, сегодня встречается со следователями. Она сообщила нам об этом в телефонном разговоре. В то же время, по ее словам, все это время никто, кроме журналистов, с ней не связывался. Напомним, 11 января в селе Советского района девочка пролила на себя полстакана горячей воды. Родители отвезли ее в ЦРБ, где через несколько часов малышка умерла. Об этом мать умершей девочки, Регина, сообщила через соцсети, намереваясь придать произошедшему максимальную огласку. Хотя полная проверка действий врачей ЦРБ еще не завершена, женщина уверена, ее дочь погибла из-за ошибки врачей. При установке катетера они повредили легкое и капали ей в легкое. И дальше они не оказали медицинскую соответствующую помощь, чтобы здесь не было никаких аппаратов. На аппарате, как я разговаривала с врачом, не из советской ЦРБ показывала заключение, мне сказали, что если был бы подключен аппарат вовремя к ребенку, она могла бы дышать спокойно на нем до проведения операции на легкое. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Ситуация находится на контроле Минздрава края, сообщают в правительстве региона. Провести экспертизу на наличие наркотических веществ в МАКе повторно предложила сегодня судья на очередном слушании по МАКовому делу. В Барнауле очередное заседание по делу предпринимателя Сергея Серенко и двух его продавцов. Их обвиняют в продаже кондитерского МАКа как наркотического вещества. После огласки в СМИ к делу подключился еще один предприниматель, житель Брянска, фигурант аналогичного дела. Вот только он добился оправдательного приговора. Что он думает о болтайском деле и как развивается процесс, расскажет Валентина Аскерова. Ну, взяли Сергея. Вы обвиняете в том, что он торговал маковой соломой. Я задаю простой вопрос. Уважаемые господа следствия, уважаемое правительство Российской Федерации, я понимаю, что в 98-м году у нас был бардак полный, и вы хоть как-то что-то... Ну уж пора привести все в соответствие. Ну сколько можно ждать? А что такое маковая солома? А при каких критериях оно становится наркотиком? Вот мы, Сергея привлекают, по голове 25-й уголовного господа. Преступление против здоровья населения и общественной нравственности. Но вы не дали мне критерий, по маковой соломии при каких условиях она становится наркотиком. То есть включили. Но вы перед тем включить должны были провести экспертизы. Ну тогда были 90-е годы. Тогда у нас законодательная страна так вот все. Ну включили. Ну сколько лет-то можно? Давайте сделаем. То есть вообще никаких критериев оценки маковой соломы нет? Они пользуются рекомендациями. В свое время, когда у нас строилось российское государство, когда это не было, для закрытия вот этих сделок, сделали рекомендательный орган при Минздраве. Назвали его постоянный комитет по контролю по наркотикам. И, ну, вот в стране было, ну, вот пришло на Брянск таможню, таможник находит ампулы с морфином жидким. А в стране не было вообще, а как их мерить, как их определить, что это наркотик, не наркотик. И срочно, быстренько этот комитет разработал рекомендации. Затем этот комитет разогнали, но эти рекомендации, основанные на приборном парке 90-х годов, так и действуют. И что получается? Есть методики, которые утверждены организацией, которая имела рекомендательное, ее инструкции имели, ну, его решения имели рекомендательный характер, которая работала на общественном начале, который его потом закрыли, с 1 июля 2011-го прекратил свое существование. Но методики его живут, они меряют все на этих методиках, и там заложен принцип, что если в черном веществе есть следы алкалоидов, то это маковая солома. Вот там есть присутствие, а, знаете, как вот пишут методики, маковая солома. Я говорю, господа, ну вот теперь вот смотрите, господа, вот присяжные, я заказываю свои, говорю, вот смотрите, вы взяли квас, выпили, в квасе вы пошли, вот вы лето берете, выпиваете кружку кваса, с вас тут же, ну, через минуту-две там, берут кровь, и у вас в крови находят присутствие алкоголя, да. Потому что квас, в любом квасе, добавляется лимонная эссенция, которая содержит 45 градусов, и так далее. Даже кефир. Но это не значит, что вы выпилили спиртное. Но его в такой степени, что, а вам говорят, все, извините, вы, куда вы сели за рот? То же самое, вы возьмете сейчас булочку с маком, если вы ее, рулет лучше, попили с чаем, и у вас, у вас берут кровь, у вас находят наркотическое вещество. Ну вот мужчина там, на Дальнем Востоке, в интернете там пресса подключилась, тоже благодаря прессе, он мужчина поехал к тещи, та его накормила пирогами, с маком, с чаем, тот выпал, а ел все, его медицинами останавливает ДПС. Так, ой, выпад наркотик. Как я нам? Берут анализ крови, да, присутствие алкологии. На два года лишения права. Кончилось тем, что уже, когда пресса кай подняла, в суде судья купили рулет с маком, он там съел, запил там все, подсидел, подождал, он при присутствии приставов там сдал мочу, там в моче кровь, отнесли, через неделю, вот все показывает наличие этих самых алкологий. А теперь к другой теме. Семья из Барнаула выиграла в лотерею лекарства для своего сына. Маленький Сережа болен смертельной болезнью, спинальной мышечной атрофией. Препарат, который ему может спасти жизнь, стоит около 160 миллионов рублей. И вот швейцарская компания, которая производит лекарства, решила разыграть 100 доз препарата для детей со всей планеты. Одна из них досталась Барнаульцу, продолжит Ирина Корчагина. Сережа, нет, да и будешь лежать. Сереже трудно держать голову, он не может стоять и сидеть. Диагноз дает о себе знать. Помочь остановить спинальную мышечную атрофию может импортный препарат Золгенсма. Это самое дорогое лекарство в мире. Оно стоит более 150 миллионов рублей. И вот 10 января Сережа выигрывает не просто лотерею, жизнь. Производитель Золгенсма раздал 100 доз для детей со всей планеты. И в это число попал Сережа из Барнаула. Ночью уже в 12-м часу позвонила врач, которая подавала нашу заявку и сообщила нам эту радостную весть. Мы здесь обрадовались, плакали все, но мы до сих пор еще не отошли, можно сказать, от всего этого, потому что у нас шел сбор очень долго, очень тяжело он шел, и мы были уже все вымотаны. Обычно таких пациентов ждут питание через трубку, вентиляция легких, летальный исход. Сережа сам ест, дышит, а это уже большой успех. Кстати, в семье Сергеевых признались, никогда нигде не выигрывали. Честно говоря, мы выиграть надеялись больше, чем собрать деньги, потому что собрать 160 миллионов – это тоже из ряда фантастики. С апреля по январь для Сережи собрали 17 миллионов рублей. Сейчас эти деньги заморожены. Как только мальчику поставят укол, родители Сережи отдадут собранные средства другим детям с тяжелыми диагнозами. Вот, вот, вот. Этого ребенка в свое время врачи предлагали отдать в хоспис, а его родителям задуматься о новой беременности. У мальчика такой же диагноз, как и у Сережи. То, что сейчас Матвей из Рубцовска сам сидит и стоит – большая победа. Больше года назад ему поставили тот самый укол за алгенсмы. С обычной семьей из Рубцовска произошло чудо. Дорогостоящее лечение в Америке оплатил анонимный меценат. Не упала, да какая умничка. Она же всегда у нее раньше падала. Смотри, 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 это держит. С каждым днем Тася становится крепче и сильнее. Выровнялось дыхание. Девочка лучше двигает ручками. У Тася тоже спинальная мышечная атрофия, но ей ставят препарат спинраза. Четыре дорогостоящих укола в ноябре закупил местный Минздрав. Ребенок уже был в тяжелейшем состоянии. Она была практически обездвижена, с трудом дышала. Вот сейчас, после трех загрузочных доз, мы можем сказать, что ее состояние начинает стабилизироваться. Вот только в отличие от Залгенсма, спинразу придется ставить всю жизнь. Получается, каждый год на это будет уходить около 40 миллионов рублей. В семье Ларионовых и дальше надеются на помощь Минздрава, так как прерывать терапию нельзя. А вот входит ли это в планы Минздрава, и сколько в крае таких детей, как Тася, Матвей и Сережа, а главное, есть ли у ведомства на них деньги, мы расскажем в следующих выпусках, когда получим официальный ответ. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. День с толком. С начала года в результате пожаров на территории края погиб 21 человек. А в сводках МЧС возгорание в жилых домах и надворных постройках фиксируют практически ежедневно. В связи с этим спасатели стали чаще напоминать жителям, как нужно обращаться с печью. Здесь необходимо выполнить притопочный лист. Здесь видно, что это не притопочный лист, это кусок леном. То есть обычный огарочек, уголек падает и подходит на горючее основание. Как правило, нарушения есть везде. Начиная от мелких каких-то недочетов и заканчивая там до... Элементарно есть случаи, когда просто отсутствуют двери в печи. То есть это грубое нарушение, и тем не менее печи продолжают эксплуатироваться. Другими причинами пожара могут стать вещи, которые сушатся на печи или поблизости, а также перегрев электропроводки. Все замечания хозяева обещали устранить. В скорейшем времени в рамках профилактических рейдов спасатели посетили 70 барнольских семей, состоящих на социальном учете. Специалисты напоминают, что обязанность собственников проверять печное отопление перед зимним сезоном и, если понадобится, своевременно проводить ремонт. Этот пожар произошел не из-за печи. 8 января в селе Зимино Топчихинского района замкнуло проводку. Сгорело абсолютно все. Семья успела взять только документы. Но сейчас у семьи есть крыша над головой и пакеты вещей от благотворителей. О том, как жители края помогают незнакомой семье, расскажем в следующем сюжете. Из коридора заходишь, вот дверь. Там кухня была, спальня. А вот это здоровый был зал. В этом зале Наталья, ее брат и двое его детей-подростков смотрели телевизор. Когда на второй половине дома замкнула проводку и начался пожар. Никто не пострадал, но вынести успели только документы. Две стиральные машинки, два холодильника, телевизор, вся мебель и одежда. Все сгорело. К счастью, спустя три дня сельсовет выделил семье муниципальную квартиру в этом доме. Тут надо все мыть, убирать. Нам дали постель и сноха. А тут эта мебель уже была? Нет. Это мы вчера все привезли, с деревни подавали. То есть это уже местные? Да, местные. Люди давали, вот мы привозили вот это вот все. Квартира завалена гуманитарной помощью от родственников, жителей Зиминой и Барнаульцев. Дарили мебель, одежду, передавали целые пакеты с продуктами. История семьи неожиданно получила большой отклик в соцсетях и СМИ. Благотворители собирали пожертвования, купили все необходимое и отвезли пострадавшим. Это тушен, это паштет, но здесь хорошие течения. Еды много, пока хранят в ванной, потому что холодильника нет и в квартире еще холодно. Муниципальное жилье в Зимино не очень востребовано. Во всем доме заселили только несколько квартир. Но Наталье в администрации обещают, что станет теплее. Дети и взрослые надеются, что здесь им придется жить недолго. У отца семейства есть дом, но его ремонт требует больших вложений. Так что денежная помощь для семьи сейчас нужна больше всего. В том числе для покупки бытовой техники и необходимых вещей. На своих экранах вы видите телефон, по которому можно перевести средства на банковский счет. Семья благодарит всех, кто уже помог. Андрей Дреер, Дмитрий Денисов. День с толком. В Бийске готовятся к проведению первого студенческого кибертурнира. Из-за действующих ограничений пройдет он в онлайн формате. Но от этого, уверены организаторы, он будет не менее зрелищным. Ожидается, что участие примут несколько сотен человек. Будут и зрители. Предстоящий компьютерный турнир студенты Бийского технологического института сегодня обсудили с депутатом Государственной думы Александром Прокопьевым. Именно благодаря его поддержке в Алтайском крае все чаще начали говорить об этом виде спорта. О том, когда состоится кибербаталий и какой призовой фонд ждет победителей, расскажем далее. Молодцы, что такую инициативу проявили. Инициаторами проведения компьютерного турнира стали студенты. Глаза горели, а пальцы рвались в бой. Заманчивое и перспективное предложение развивать киберспорт. В УЗИ поддержали. Говоря на сленге игроков, решили, хватит быть лузерами. Да, пожалуйста, это их свободное время, это их хобби, это их интерес. Поэтому мы не просто должны поддерживать это, но в первую очередь и относиться к этому с уважением. Но это же целое большое сообщество, это же целый мир, скажем так, внутри компьютера. Поэтому надо воспринимать это правильно, надо воспринимать это. Пока это не мешает учебе, институт всецело это будет поддерживать. А вот успехам в учебе это нисколько не мешает, знает по себе студент третьего курса Егор Перов. Сессию он сдает на четверки и пятерки, а еще успевает помогать людям. Егор – боец стройотряда. И вот уже как 10 лет является кибербойцом. Мне затянуло, вот уже 2021 год, я все еще играю, мне это интересно. Не ради, знаете, выгоды, а ради общения с людьми. Уже в феврале в Бийске состоится первый студенческий кибертурнир «Геймер-2021». Ожидается, что участие примут больше 200 человек. За поединками будут наблюдать сотни зрителей. С дисциплинами уже определились. У нас пока что две дисциплины – это CSGO и Dota. Также планировалось третье – это World of Tanks. Если турнир пройдет успешно, в следующем году будут повторяться, то, возможно, будут другие дисциплины. Наподобие Хардстоуна, Рокет-лиги и также World of Tanks можно включить туда. Думаю, это будет вполне хорошо. Такой объемный турнир будет. Планы на перспективу у студентов на самом деле большие. Останавливаться они уж точно не намерены. Многие ребята, которые очень много времени играют в это все, там, в свободное от учебы время, и вообще, в принципе, они прям загорелись, что нужно сделать это прям таким нормальным, ежегодным турниром. И все. Ну, вот и так, в принципе, мы начали над этим работать. То есть у нас есть и афиша, у нас есть и план сетка. То есть мы все проработали. У нас есть определенные ребята, которые всем этим занимались. Вузовский кибертурнир студенты хотят вывести на городской уровень. Они понимают, что нужно догонять европейскую часть. Хотя назвать Бийск отстающим городом сложно. У нас, в том числе и при поддержке Александра Прокопьева, проходят крупные турниры. Например, Алтай Open Cup. В Наукограде есть команды, но для того, чтобы оттачивать свое мастерство и навыки, нужен постоянный соревновательный опыт. Мы сегодня имеем возможность не только быть свидетелями, но, по сути, и участниками развития высокотехнологичного вида спорта. И киберспорт сегодня в стране набирает обороты. В частности, он набирает обороты и в Бийске. И, конечно, ему нужны инициативы. Такие инициативы, как мы сегодня видим, в Бийском технологическом институте. Александр Прокопьев уверен, что если поддерживать такие студенческие инициативы, то и сам ВУЗ получит выгоду в виде инноваций и прорывных технологий. Со своей стороны депутат Государственной Думы помог сформировать призовой фонд. Он составит 25 тысяч рублей. В киберборьбу студенты вступят уже 10 февраля. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий. День с толком. Успехов вам в проведении турнира. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. А через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эволар». До встречи.